Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку владеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. В воздушном налёте было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Барактар-ТБ-2». Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США «Глобалхог». Противоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очаково. Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У». Реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубинцами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. Российскими средствами ПВО, зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь» и зенитно-ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены. В сбитой воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, 4 ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд систем залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря. После 8 утра ударом противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Барактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1». В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря. В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены, выявлены в ходе операции российскими средствами разведки, ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Барактар ТБ-2». На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М777. Кроме того, авиации ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области. Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах Мирная долина, Лоскутовка, Подлесная, Луганской Народной Республики, а также зенитно-ракетный комплекс «Бук-1» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной техники ВСУ и националистических формирований, в том числе правового сектора в районах населенного пункта Белая гора, Новодружеск, Мирная долина, Подлесная и Волчаяровка. В ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражено два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» в районах Заряное, Димитров и два взвода 152-мм гаубиц «Гиацин-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов «Спартак» и «Подгорный». Операционно-тактическая и армейская авиация за сутки поражено 57 районов средоточения живой силы и военной техники, пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиационная станция наведения ракет зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками артиллерии поражено 216 районов средоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей. Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области. Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой Народной Республики, Деброво, Капитоловка, Лепцы и заводы Харьковской области. Кроме того, перехвачено 5 тактических ракет Точка-У, а также 30 реактивных снарядов РСЗУ «Ураган» в районах населенных пунктов Лазовский Лаганской Народной Республики, Лазовая, Кременец, Александровка Донецкой Народной Республики, Долгенькая и Топольская Харьковская область. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппаратов, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники. В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери. В 57-м механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом только командный состав. Резервы для восстановления потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывшие из западных регионов Украины, для усиления отказываются выдвигаться на передовую. В зоне ответственности оперативно-тактической группы «Солидар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что не желают принимать участие в боевых действиях и самостоятельно отправились в тыловой район отказников более 600 человек. Поступившие от США и европейских стран Украины 155-мм гаубицы М777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых в районе железнодорожной станции «Дружковка», не успев сделать еще ни одного выстрела. В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятие сопровождается блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации. Киевским режимом расстроена информация о якобы тайной поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал якобы под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десанто-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ. Чей командир после потери 2-3 личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и лично Зеленскому. Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях квартала 95, чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса. Киевским режимом на фоне военнослужащих с Донбасса. Киевским режимом на фоне военнослужащих с Донбасса. Киевским режимом на фоне военнослужащих с Донбасса.